Здравствуйте и добро пожаловать в программу «Проклятые вопросы». С вами Оэн Маттьюс и сегодня у меня гость студии Евгений Чичваркин, видный российский предприниматель, хозяин и основатель Евросеть и резидент здесь у нас в Лондоне с 2008 года. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Я привык начинать с самым острым проклятым вопросом российской литературы. Это кто виноват в нынешней ситуации? Вы чувствуете себя виноватым? Какая-то небольшая часть моей вины, безусловно, есть. Я не пошел на выборы в 2000-м. Я пытался, спасая компанию, клаборационироваться с Кремлем в 2007-м и частично в 2008-м. Да, мы все приложили руку активно либо пассивно. Вот. Но я это давно осознал. Некоторые россияне еще миллионов 30 еще пока нет на пути к этому. Ну, разочарование этим режимом неминуемо придет. Ну, это очень интересная полемика, потому что она доходит до крайностей. Это как мы видим на соцсетях среди наших друзей и знакомых русских. Это вопрос коллективной вины. Я как либертарианец категорически против этого понятия. У меня есть моя вина, а я мог не вступать в коллаборации и мог сходить на выборы в 2000-м и проголосовать за не выигравшего тогда союз правых сил. И еще пару вещей не сказать и пару вещей не сделать. Всего пару вещей не снятся в 30-секундном ролике. И мне тогда, наверное, я бы не чувствовал бы никакого даже оттенка вины. И так от моей, грубо говоря, сделки с совестью до нынешнего времени прошло 15 с половиной лет на самом деле. Гораздо меньше, чем ушло от получения премии КГБ Галичу до его убийства в Лондоне. Простите, я себя так сравниваю с великими. Вы сказали, видно издалека предприниматели. Но в этом смысле вы отвечаете за свои действия, но вы, в отличие от... Это наш общий друг Орлушева писал свои стихи в свое время, как это я виноват, потому что я русский. Вот эту часть вы отрицаете. Нет, конечно. Нет, абсолютно. Абсолютно. Но при этом, когда здесь стоит вопрос в отношении британских властей, западных властей, в отношении русских олигархов. Большие кавычки. Я сам очень не люблю этот термин, но этот термин, потому что она совсем не точная. Но тем не менее, как-то, грубо говоря, как-то баллон-то катится на русских. И многие ваши друзья, как-то вам виднее, как-то особенно те, которые состоятельные, которые попали под эту горячую руку, как-то санкции, проблемы даже без с санкций, как-то с счетами и так далее. Какой у вас опыт с этим делом? Опыт достаточно мерзкий. Вот уже три недели не могут допечатать мой беженский документ, хотя у меня просто закончились печати. Каждая моя поездка в Украину, шесть печатей. И вот в какой-то момент просто закончилось место, попросили. Обычно это три дня. Сейчас уже три недели, ни ответа, ни привета. Хорошие юристы там шумят. Ну, в общем, поездки в том числе, чтобы собирать для Украины деньги, у меня срываются. Кроме этого, один из банков так совпало, что сразу, когда началась война, сказал, мы закрываем вам счет. Я говорю, а почему? А потому что вы объявили, обвинили нашего сотрудника в гомофобной речи. Я говорю, пруф. Можно пруф, где у вас же все записывается? Он говорит, нет, не поэтому. Потому что вы использовали свой счет для бизнеса, а он у вас частный. Говорит, нет, мы жили полтора месяца во Франции, и у нас было 35 гостей, мы покупали вино, и мы его там же выпили во Франции, потому что из-за Брекзита мы не можем из своего магазина. Нет, не по вину, а вы оплачиваете своих сотрудников со своего счета. Говорит, ну да, это няня, домработница, водитель, которые оплачивают с этого счета 7 лет получают зарплату. Ровно так же каждый месяц. Ну, сейчас инфляция и зарплаты стали чуть больше. А мы все равно все закрываем, и идите нахер. И чем это мотивировано? Это русофобия или страх? Я чувствую, что лучше избавиться от всех, чтобы не платить большие деньги в комплайенсы, чтобы каждую транзакцию не проверял комплайенс, потому что это создает внутренние косты, из-за действия регулятора. Но они могут это делать, могут, не знаю, пускать, возьмите супер премиум пакет, потому что вы нам дорого обходитесь. И это как бы понятно, это действие регулятора. А здесь, как бы, просто вон и все. И это одновременно совпало с закрытием счетов в других банках, с ограничением. Ну, в Швейцарии я попал под санкции, потому что счет был открыт в 2007 году на мой паспорт, и это как бы логично. Но Швейцария меня отпустила после 10 месяцев легкого унижения, и я могу спокойно перемещать деньги. Вот, то есть я не санкционированный. И, наконец, они прочитали, что в шестом пакете этих санкций диссидент, а я именно таковым являюсь, потому что я refugee, political refugee по решению Верховного суда с 2012 года. Вот, а я все-таки диссидент, и поэтому мне можно и в Польшу приезжать, и в страны Балтии, и санкционироваться я не должен в банках. И вот к концу прошлого года, наконец, или в начале этого, я уже точно не помню, наконец, меня отпустило. Вот. Ну, вот так. А вы чувствуете какие-то изменения отношения к вам? Ну, когда от клиентов магазина, от друзей? Ну, в самом начале у нас несколько, первые несколько недель у нас люди отменяли букинги, отменяли какие-то праздники, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Но моя поддержка Украины, она, по сути, с Майдана, ну, со второго, с 2013 года, то есть, как я на Блумберге выступал весной 2014, я призвал ввести войска НАТО в 2014 году, я очень запинался эту, мне не хочется, не хотелось ее показывать, нигде эту речь, потому что у меня как будто язык к небу прилип. Ну, мне было страшно, будем предельно честны. Вот. Я сказал, что НАТО должны ввести войска там и остановить агрессию прямо там. Вот как с корабликом остановили грузинскую операцию 8.08.08. Также нужно что-то исполнить с Украиной, ну, не послушалась НАТО. Хотя россияне уверены, что они именно с НАТО и воюют. Ну, как раз я хотел цитировать именно то, что вы сказали в 2014 году, потому что вы действительно как-то были один из небольшое количество русских, которые вы сказали, если не остановить Путина, тогда все пойдет дальше, и это может делать только НАТО. Ну, мы же понимаем, с кем мы имеем дело. Ну, не все понимают. Я весь 2008 год, половину 2008 года, когда у меня пять человек взяли в заложники и продержали, кстати, два с половиной года в тюрьме, мой путь был Белый дом, Кремль, администрация президента. Вот я в этом Бермудском треугольнике бегал, я был готов хоть, простите, дерьмо есть, чтобы их отпустили тогда. А чем можно остановить Путина сейчас? Дальнобойными, точными ракетами в том количестве, которым попросил заложный. Ничем другим. Самолетами, большим количеством танков. Вот у заложного есть список, и по нему просто нужно отработать. Собственно, этот человек понимает, что он делает, он на своем месте. Никак по-другому Путин. А чекисты, очень важный момент, когда-то меня позвал, вызвал на допрос, и следователь был другой, очень молодой парень, откуда-то из регионов. Не помню, откуда. И всего у него вопросов было 4 или 5. И мы 4 часа сидим, из всего этого он написал где-то полторы страницы, из полутора страниц, полстраницы, это кто я, о чем я, что я такое, кто я по жизни. И вот текста самого вот столько. И он задает одни и те же вопросы, задает, задает. Потом, то ли вышел, то ли это самое, покурить или куда-то, я своему адвокату приличному, который сидит весь красный такой, и молчит. Я говорю, слушайте, простите, Марат, я честно не понимаю, почему я отвечаю на одно и то же, вот столько раз, а он задает одно и то же, по какому, по какому, по какому разу. Что непонятно. И Евгений Александрович, вы слишком интеллигентный, скажи, иди на... И все, ему нечего больше предъявить. Я изменил немножко тон, я сказал, я ни на что больше не отвечу, напишу сейчас надзорную жалобу, чтобы вас отвели отсюда, и еще более того, выйду сейчас на YouTube, расскажу, что вы просто мне лапшу по ушам ездите, и все. Фамилию, ваше имя расскажу, Бастрыкин напишу на вас. И эффект? Все, иди. И он пошел? Я пошел домой. Будут ли такие методы работать с Путиным? Применимо? Сказали, как все чекисты. Президент Евросети говорит, что лучший способ вести переговоры сначала в табло, потом разбираться. Вот. Ничего, кроме удара в лицо, он не понимает. И вы не верите, что его угрозы, и, по крайней мере, правда, ради справедливости он никогда не угрожал? Ну, намеки на использование ядерного оружия. Вы верите? Прилетит что-то не такое, может быть, социально опасное, но что-то серьезное точно прилетит. Ну, понятно, что просто так не получится, да? И это не императорская Япония, последняя часть оси зла. И Россия не Америка в 45-м году, чтобы все сошлось. Ну, очень хотелось бы верить в эту логику, но я не уверен, что война, как-то и ход войны это поддерживает. Потому что я тоже как-то миллион раз слышал, в том числе от этих работников Белого дома, которые составляли в 2014 году санкции, которые руководили мысль, что хорошо, главный интерес к этой путинской элите это собирать деньги, сейчас мы будем им по карманам, и все как-то, они отвернутся от Путина, и потом потерять свою власть. Это не сработало. Главный тоже, когда один из аргументов тех, которые не верили, что начнется война, что это опять катастрофический удар по интересам элиты. И вы говорите, что сейчас Путин не будет палять ядерным оружием, потому что он боится за свои деньги и за шикарозад. Я думаю, что боится, и вокруг него все... Ну вот мы видели разговор Пригожина с... Ну вот как раз. Да. С Фархад Ахметов. Да, с Фархад Ахметов. Вот это настроение элит вокруг Путина. Вот настроение элит. Они его ненавидят, боятся, презирают, чувствуют себя ограбленными. Все именно так и есть. Но тем не менее, это не остановило начало войны. Не остановило, потому что узурпирована власть вся в одних руках. И я не думаю, что часть элиты не верила до конца и не знала, и оказалась в отропе, когда это все началось. Ну, слушайте, пока еще по карману... Почему карман ударили? По карману Германа Хана, чтобы он вернулся опять к Путину здесь. Его ударили по карманам. А газопровод как через территорию Украины идет, так и идет. И газ как идет, так и идет. И Газпром платит, между прочим. И Газпром платит. И за транзит платит. За транзит платит. 170 миллионов в прошлом году. В Швейцарии. Заплатил, и все. И деньги идут. И деньги назад идут в Газпром за этот самый транзитный газ. И, по-моему, аммиак, да, с ним-то я слышал тоже... Чтобы не быть голословным, я пора спрашивал лучше, но там еще, еще не только газ, там еще есть некая торговля. И что есть, еще есть что потерять, вы хотите сказать? Да. С вами Эвгений Маттьюс и Евгений Чичваркин в программе «Проклятые вопросы». Евгений, вы здесь уже в Лондоне 15 лет, получается. 15 лет будет в декабре. В декабре. Скажите, что вам больше всего нравится и больше всего не нравится в Англии? Нравится гулять пешком по городу. Очень многое сделано для человека, глаз радуется. Несмотря на то, что там на кого-то нападают, там, чтобы часы отнять или машины, я все равно чувствую себя здесь в безопасности относительно, ну, так или иначе, ими есть с чем сравнивать. Вот. Большие возможности, да, если, там, придумали кафе интересное, вот, вероятно, это кафе продадим по каким-то южным богатым странам, да, и так далее. Придумали винный бизнес, вот он позволяет нам намазывать масло на хлеб и так далее. То есть возможности много, концентрация денег, умов, какое-то проявление воли в огромном девятимиллионном городе, это очень круто. И сам дух протестантский, он мне гораздо ближе. И любопытство, и частные собственности, что почти все в своих частных домах. И уважение, ну, то есть даже прилетаешь откуда-нибудь из любой хорошей европейской страны, и кто, как там тебя встречали полицейские, как здесь, это две большие разницы. Здесь видно другой совершенно уровень культуры, отношения к человеку. Вот это все мне нравится. А не нравится то, что как будто все законы и все правоприменения сделано как будто средняя жизнь человека где-то 200 лет. Вот. Ну, разрешение на строительство, ну, через полтора года там получим. Апелляция, ну, чтобы я мог путешествовать, чтобы мне отдали статус, я здесь сидел прикованный, как Прометей, три с половиной года. А потом, чтобы поменять временного на постоянное, еще полтора года. Первый раз только через Верховный суд решилось, второй раз уже подали в суд, когда у них за несколько дней до того, как у них пошли бы косты, они мне выдали этот документ. Вот. Законодательство хорошее, его бы ускорить раз в пять, и все бы так же росло. Ну, по сути, это что сделали Эмираты или Канады, там, база была отсюда, просто подкрутили какие-то настройки, чтобы это все быстрее двигалось. Я в свое время много писал про это печальное дело Евросеть, когда в рамках, ну, когда это был расцвет, было рейдерство, и потом как-то три кита, ну, когда ФСБ выступала, в принципе, как просто группа захвата по частным бизнесам. Вы думаете, что русские люди особенно как-то бесчестные, или это просто такое обстоятельство, им позволяет какой-то самый худший представитель вести себя так? То есть в чем разница, почему в России так воруют? У нас долгое время не было частной собственности, три поколения. Чувство частной собственности было вымрано за это, это раз. Во-вторых, у нас абсолютно безалаберное, и, соответственно, не было выборного процесса, не было демократического процесса, и люди не привыкли, не знали, как это происходит, как это должно быть в нормальных странах. Да что обязательно, когда этот процесс начинается, нужно пройти через там популизм, выбирать актеров, футболистов, еще кого-то. Вот, а потом уже через там второй, на втором, на третьем поколении придут уже нормальные политики. Демократия – это то, чему тоже нужно научиться, и научиться, тоже, видимо, поколение два или три занимает. Но почва есть. Вот. То есть это потенциально возможно. Где разрыв был два поколения, как в странах Балтии, например, или как на Западной Украине, все восстановилось в нормальный плюс-минус капиталистический уклад достаточно быстро. Где разрыв был три поколения, где деды не смогли рассказать, как оно было, когда все было нормально. Там произошел очень болезненные изменения, и вместе с ростом и реформами практически параллельно шли и антиреформы одновременно, и противоволна, по сути, и реакция, которая там уже явно была видна там в 2003-2005 году. Вот. И реакционные силы были как бы всегда антисвободные, против свободы, именно которые хотели восстановить ордынский дух страны. И в итоге они сейчас абсолютно на коне, они победили. Все выглядит как орда, все во имя идеи, вся власть от Бога, пусть в огне мирового пожара мой маленький домик сгорит, и ничего своего, ничего святого. Ну, вы лучше меня знаете русскую литературу. Кто это написал, кто-то воруют в ответ на «Как дела в России»? Кто только не писал. Это Лучков-Шедрин, Некрасов, что-то рядом лежащие. Но там же не было. Да, стыдно, я забыл, кто. Это было еще до советской власти. Да, это в 19 век. В середине 19 века. То есть, ну, было то же самое, как это еще при… Да-да, воруют. Воруют. А почему? Это безнаказанность? Потому что очень много концентрации в одних руках с одной стороны, и с другой стороны нет чувства частной собственности. Вот оно сегодня твое, а завтра колхозное. А если ты украл, то оно из колхозного стало твоим. Но тоже временно. Потому что пока тебя не посадили, а потом это будет часть мента, а часть следователей, которые посадили их, потому что они это поделят. И так далее. Нет института частной собственности, разгромлен институт ответственности за власть. И то, что люди влияют на это, был разгромлен и толком не восстановлен. И вот эти паттерны древние, что вся власть от Бога, и именно, что они не администрация, да, они именно вожди. Вот. И в этом, в этом, в этом вся, в общем, набор проблем. А вы думаете, что вы сами когда-нибудь опять в России займетесь бизнесом? Нет. При каких обстоятельствах? Думаю, что таких обстоятельств практически не существует. А кто-нибудь будет заниматься бизнесом с Россией? Да. Гроши режут сталь. А какой бы... То, что выгодно. А какой бы ваш был совет? Человеку, который сейчас занимается, хочет с Россией что-то делать. Нужно тренироваться, быстро бегать уметь. В случае чего. Либо пить сок гамми-ягод, чтобы совершать огромные прыжки. Раз, и ты в Беларуси. Раз. И уже в Литве. А в Беларуси при этом не включать телефон. А вы когда в последний раз были в России? В 2008. То есть вы не возвращаетесь? Нет. Но при том они сняли с вас обвинение в какой-то момент. Да, спасибо Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Он тогда еще был вменяем. И на мою просьбу отреагировал. И суд присяжных прошел так, как он в какой-то веке должен был пройти. И мы попали в 0,2% оправдательных приговоров. Вы сказали, что вы чувствуете себя в безопасности в Лондоне. Относительно. Но вы говорили в ранних интервью, что все-таки вы наблюдали какую-то слежку, какие-то люди. Ну и сейчас иногда мы видим странных людей. Вот. И это случается. Ну что поделать? Ну это кто и что они? Я не знаю. А какие вы думаете, какие-то отношения к вам в Кремле, в России? Есть какие-то отношения? Ну я надеюсь, что я не в первой десятке. Ненавистных лиц? Да. Я надеюсь, что они считают, что у них есть враги посерьезнее. С вами Оуэн Маттьюс. Программа «Проклятые вопросы» и мой гость Евгений Чичвардкин. Второй проклятый вопрос. Что делать? Попить. Вы в свое время были активны в правом деле. Очень короткое время. Моя активность была, это несколько недель, на самом деле. У меня был интересный разговор недавно с Леонидом Волковым из ФБК, который предсказал, что будущее России – это за либеральные позиции. И что смотрят ролики, когда я спросил, на чем это все обосновано, на это крайне оптимистичная позиция. Он сказал, ну 20 миллионов человек – это смотрят ролики Навального и нашей команды. И мы знаем, как выигрывать выборы. И самое главное, третье – это суть моего вопроса, что делать. Он уверен, что российская молодежь и большинство думающей публики – она за какой-то европейский строй. Вы в это верите? Да, большинство думающей молодежи за европейский строй. Только думающая молодежь в меньшинстве. А так, да, безусловно, это так. Здесь нельзя… Даже не смешно, кстати, на самом деле. Ну, мы же должны развлекать во время войны как-то пустяками, как пил Оксимирон. Вот мы и пытаемся. Да, безусловно, я более того думаю, что у огромного количества путинского окружения, которые пришли наживаться, и у которых формально или неформально заводы, пароходы и прочие фабрики и огромные куски земли, им бы тоже хотелось, чтобы было бы либеральное устройство, чтобы они были на Нью-Йоркской бирже, Лондонской бирже, котировались высоко, без страновых рисков, и на огромных яхтах могли кататься и ими мериться, у кого длиннее. Ну, чудесненько. Но у них были все обстоятельства возможностей. У них были эти возможности, пока не составился Путин. То есть дело в Путине? Да. Да, лично. А вы, когда вы сказали ранее, что вы ходили по старой площади Кремль, когда брали ваши сотрудники в заложники, вы встречались лично с Путиным? Нет. Ни разу в жизни? Да, но я написал ему в 2005-е, он попросил разобраться тогда Грефа. Греф встретился с нами, разобрался, и решение было принято в нашу пользу. А когда я ему писал уже в 2008-м, он никак не прореагировал. Это письмо вернулось назад тем людям, которые устроили атаку. Тем самым они продемонстрировали, что они получили добро от Путина. И действительно мы нашли подтверждение от конца июля 2008-го года. Это на разграбление Евросейцев? Да. Отличный Путин. Да. Потому что они ему настучали, что я вмешиваюсь в таможенную тарифную политику страны в личных своих интересах. То есть он... Я действительно вмешивался в интересах всего сектора торговли и страны. То есть это, и условно говоря, это по его приказу, когда у вас крест появился на спине? Ну, они же приносят готовые решения, причем уничтожить компанию, они называют словом «работать». Работаем по ней или не работаем? Работайте. Потому что вы ряд трех больших государственных наград. Александр Невский, вы слава России, слава Отечеству. И все-таки это говорит о каких-то хороших отношениях, пока не имеет то, что государство, Кремль, это государство. В целом вас ценил. Да. В какой-то момент, так как у нас было какое-то серьезное влияние на молодежь, молодое поколение, мы действительно очень сильно влияли и на людей тоже. Это самый простой способ погладить по головке и, грубо говоря, показать, да, мы видим, вы есть, вы продолжаете так же. Но они приняли вас за своего? Кто как. Либеральная часть была вполне комфортно, общалась с этими чекистами, я никакого дела никогда не имел, их всегда боялся, их обходил за 3-9 земель. Зато они интересовались вами. Ну, они деньгами интересовались изначально, это потом уже перешло в политическую сферу, а им просто хотелось грабить. Началось с тем, что им просто хотелось грабить, контролировать все это. А почему у вас было под стеклянным полом евро и доллары? Долларов не было, было и 0,02 евро. Была очень хорошая, красивая фотография, 0,02 евро, где не повторялись номера, то есть реально были сделаны. Ну, чтобы, во-первых, это очень красиво, когда полжелтый, потому что это основной цвет компании. И было важно показать, что деньги под ногами, только чтобы не лень было подняться, нагнуться за ними. Вы, я думаю, что многие считают, что то, что вы уехали из России, это очень плохо для России, но за этот год выехало не все, конечно, как вы, но миллион человек, которые из самых, среди них самые умные, лучшие, это British and best of Russia. Абсолютно, 100%. И какой эффект это будет иметь на Россию? Страна выживает цвет нации последовательно с 17-го года. И каждый следующий, когда в 89-м уехали евреи, до этого маленькая часть уехала, диссиденты, с 89-го по 90-го, сколько евреев уехало в Штаты и в Израиль. Это там тоже очень большая интеллектуальная часть. Потом каждый кризис в России, это новая волна, 98-й кто-то, кто-то. В 2008-м, 2009-м, кто-то, 14-й, 15-й, кто-то, соответственно, сейчас. Ну, а какой эффект это все имеет? Веселые тупые останутся там, грустные и умные уедут. И они вернутся? Как настроиться всем? Насколько это по-вашему? Полураспад россиянина в человеке происходит за три года. Такая звукономерность? Да, если человек уже пустил корни, а корни пустили корни, уже дети пошли во все школы, в кружки, новые знакомства, друзья, строится дом, дача и все. Вот и все. Как пела Верка Сердючка, Russia Goodbye. Ну, это про быт, скорее, как это возвращение к этой эмигрантской истории. А Маркс говорит, что быт над нами так давлеет до сих пор. Противный вопрос. Ну, все портит. Но дело в том, что многие, например, украинцы, я был удивлен, что общественные вопросы, это подавляющее большинство украинцев, например, твердо намерены возвращаться на свою родину. С Россией, конечно, другая история, потому что многое, что надо меняться в России, чтобы... Давайте мы посмотрим, когда закончится война, вернутся они или нет. Русские или украинцы? Украинцы. Кто-то, безусловно, вернется и ждет это. А кого-то, кого хорошо встретили в Великобритании, уже нашли работу, уже выучили язык, уже выучили язык, уже нашли специальность, кто-то уже вживается в латвийскую действительность и так далее. Не факт. Вы часто бываете в Украине, вы забираете помощь конкретную. Какую помощь и кем вы помогаете? Мы помогаем... Ну, это все достается как госпиталям, так и маленьким госпиталям, каким-то военным частям, медикам, соответственно. То есть у нас фокус – это медицина и тактическая медицина. Ну, попросили машины, мы собрали на машины. Доджи, рамы такие красивые, большие. Вот. Но фокусы в основном, то есть здесь и в Германии, туда приходит запрос, какой-то собранный запрос от нескольких госпиталей. В Германии выставляют инвойсы, а те, кто хочет поужинать с нами или просто эмоционально хочет помочь, мы отправляем эти инвойсы, они платят. Я деньги в руки не беру, они отправляют туда, покрывают эти инвойсы. Можно разбить инвойс на 150 тысяч, на 7 частей, и там 7 семей по 20-ке оплатят, придут на ужин. Это вот как было в прошлый раз. И потом собирается эта вся медицина, кладется, мы берем грузовичок, садимся и через Жешев, Краковец, в Киев, там разгружаемся, гуляем с Гордоном, едим вкусную еду, спим и едем назад. Собственно, так. А по вашему наблюдению, что изменилось за последний год в Украине? И конкретно, как это отношение к России, россиянам и так далее? Отношение к россиянам в дребезги упало после Буча и Ирпеня, безусловно. И оно продолжает ухудшаться, потому что каждый раз, когда ты едешь, вот 4 раза ехал, и 4 раза навстречу едут скорые вглубь страны, увозя раненых из Восточной Украины. Вот. И по мере, так как в каждую семью, в соседние семьи приходит горе, увечья или утраты, отношения ухудшаются и дальше будет ухудшаться. Здесь деваться некуда. А есть какая-то перспектива на смирение, покаяние? С чьей стороны? Ну, я имею в виду, какой-то мир между этих двух народов. Что должно произойти? В России должно прийти либеральное правительство, о котором говорит Волков, например, Навальный, забрать отовсюду войска, начать выплачивать препарации и оставить открытыми границей, пусть бизнес наводит мосты. Бизнес все наведет. Украинские бизнесмены и российские бизнесмены через какое-то время все равно начнут. Там, может быть, лобызаться не будут при встрече. А такая общая граница и такой взаимный бизнес-интерес, он всегда между большими соседними странами был, есть и будет. Между Мексикой и Америкой. Хоть 10-метровую стену поставь, хоть 450 вольт проведи. Торговля между опять-таки, первые два условия должны быть. Либеральная, свободная, западно-ориентированная по психологии, не по дотку запада, по психологии. Правовая страна отдать земли, начать выплачивать репарации и признать соответственно, даже не понятно всех, кто участвовал в военных преступлениях, не огульно, а тех, кто участвовал именно в военных преступлениях. И руководство армии, кто отдавал преступные приказы признать военными преступниками. А насколько вероятно этот сценарий? Мало вероятно. Мало вероятно. Последний вопрос уже не о тяжелом. На данный момент маловероятно. в 89-м году сделай опрос честный, сколько продержится советская власть у людей, которые, она вот так уже, вот так уже надоела, уже Афган проиграли, уже карточки, а на северах карточки там на мыло, на носки, вот так, сказали бы очень многие, что это Советский Союз. Но всегда, в 89-м, а через два с половиной года рухнул под собственной тяжестью. Поэтому слишком многофакторный анализ для моего маленького уставшего мозга. И последний вопрос, коротко. Чем могут помочь русские люди? Что можно делать из изгнания, из рубежа, чтобы исправить ситуацию на родине? Сосредоточиться на вывозе своих друзей, соседей, их детей, если это возможно, и сосредоточиться на помощи Украине, если это возможно, а постараться всех, кого знаешь, убедить временно покинуть отравленную фашизмом территорию. Как бы она, как бы не шумели призывно березки. Спасибо Евгению Чичваркину, моему сегодняшнему гостю. С вами был Оуэн Маттьюз, и в программе проклятые вопросы проекта журнал «Зима». Когда людей судят по национальному признаку, это называется как? История с отрицанием всего и вся, она как раз полезна для русского народа. Огромное количество жертв, бомбежки, ждать от них понимания сложности России и российской эмиграции не стоит.